Мы начинаем сегодня, сейчас авторские мастерские и приветствуем всех на неконференции библиотечного круга. У нас здесь в зале присутствует Ольга Владимировна Гердецкая, это редактор сайта «Сделанное видео». И сейчас мы будем слушать ее рассказ, выступление на тему «Будемедийная переупокупка контента, как рассказывать истории о разных видеоплатформах». Думаю, что читатели, которые здесь у нас присутствуют, не только не помешают нам, но еще и поспособствуют нашему с вами креативному общению и теме, и даябренной теме. Я хочу сначала начать с историей и рассказать вам одну историю. Что они в этом не облегчат, не облегчат. Один из вас, в 17-летний юноша, влюбился в женщину, вставшую в себя, и эта женщина была с низкой социальной ответственностью. Это я вам расскажу историю, потом я расскажу, зачем. Он в нее так влюбился, что предложил ей выйти за нее замуж, и она согласилась. Однажды, придя к нему домой, он застает ее в постели другим мужчиной. Возникает у нее палка, она подошла из дома, как мужчина начинает искать эту женщину, и молодой человек злится настолько, что он убивает этого мужчину. За это его осуждают на пожизненное заключение в одиночной камере. Единственный человек, с которым он может общаться, это тюремчик. Но тюремчик не горит желанием общаться с этим молодым человеком, он его либо игнорил, либо унижает его. И молодой человек такой думает, ну я вот оказался в камере, и у меня нет доступа какой-то информации, я не могу с кем общаться, но я все равно буду человеком свободным, я все равно буду делать то, что я хочу. И в камере было окно, он начал подкормливать птичек и стал их изучать. Так прошло 10 лет, и вот за эти 10 лет он понял птицу, он их изучил то ли поперек, он мог рассказать им вообще все что угодно и кому что угодно. И свои наработки он описывал в заметках, в каких-то статьях и отправлял их в научный журнал. И научное сообщество, оно настолько было впечатлено этой работой, что они его признали великим работологом. Они его приглашали на различные симпозиумы, на конференции, но он всегда отказывался, никто его не видел, никто не мог с ним лично поговорить. И это создавало некий такой образ единственного человека, и способствовало еще большей его популярности. Потому что никто из научного сообщества не знал о том, что он сидит, что он сразу включен в зооприста, и проходит свое время на внутренней камере. Но одни организаторы одного урочной конференции, они были очень настойчивы, они его приглашали, они обещали ему полную секреты, что пригласят только русский круг, только один их людей на эту встречу, только вот вы придите, мы очень хотим с вами пообщаться, мы пройдем в каком-то закрытом помещении, никто не узнает вашей тайны. И тюремные начальства, видя вот эту устойчивость организаторов, они разрешают этому своему заключенному прийти на эту встречу. Но, соответственно, в сопровождении охранника, но так как нельзя сказать, что он заключенный, как бы вы представили этого охранника его помощником. И на этой встрече была женщина, она очаровалась этим ученым. И когда встреча закончилась, эта женщина решила его найти. Ну а если женщина хочет что-то найти, ничто ее не остановит. Она войдет, и она пошла. Она узнала, кто он, она узнала его географию, она узнала, что он находится в заключении, что он проводит свое время в одиночной камере, и там все проводят все свои исследования, вот эти птицы, и пишут свои вот эти научные трубы. И эта женщина, она начала бороться за его права. То есть она подняла общественную волну, она стала про него рассказывать, везде писать, ну то есть подписывать там различные петиции, устраивать митинги в его защиту. И власти, они встали перед выбором. То есть с одной стороны была общественная волна, на которую они не могли не среагировать, а с другой стороны было принятое решение о заключении человека. Ну то есть он совершил преступление, его наказали, осудили за это. И то есть податься общественному мнению, выпустить человека, это как бы расценивалось проявлением своей славы. Они не могли на это пойти, но и игнорировать общественное мнение они не могли. Тогда они решили, что вот мы создадим условия для этого ученого. То есть он продолжит жить своей камерой, мы освободим все прислежащие камеры, устроим там лабораторию, поставим современное оборудование, наймем туда сотрудников, людей, которые будут ему поймараемом, которые будут ему это все, ну как бы помогать изучать всю записку. Они так решили, они так сделали, и вот должна лаборатория уже за базой работать, это уже эти первые работники, он вышел на своей камере вот маленького, ходит по этому помещению, трогает вот это, рассматривает оборудование, и ему настолько становится плохо в этот момент, ему становится неуютно и грустно, что наш герой умирает. Я вам сейчас рассказала очень краткий сюжет книги «Самый грустный человек» армянского писателя, фамилию с трудом вам постараюсь выговорить, «Перча Зи Кунцян». Для меня эта книга – это не рассказ о жизненном пути конкретного персонажа. Для меня эта книга – это история о всех нас. Она очень странная, правда, я не буду ее перечитывать, но она относится к числу моих любимых, потому что она заставила меня очень много подумать. Мы все живем в каких-то своих маленьких коробочках, кто-то называет эту коробочку зоной комфорта. Нам может быть неуютно, нам может быть что-то некомфортно, нам какие-то условия могут быть стеснены, но если это пространство для нас понятно, как оно устроено, как оно организовано и как там все действует, мы адаптируемся к ним и будем чувствовать себя очень свободно, даже добиваться каких-то успехов. Но стоит нам оказаться в коробочке побольше, с большими возможностями, с большими комфортными условиями, мы начинаем теряться и у нас возникает такое ощущение, куда я попала. Это частично можно сравнить с тем, что испытывает человек, когда он приходит первый день на свою первую работу. Вот это все произошло с нами, когда в нашей жизни появился интернет, и когда стали развиваться технологии. Мы жили в очень маленькой коробочке реального мира, но буквально за 20-25 лет оказалось, что мы можем жить в очень огромной коробке виртуального пространства. Она реально очень огромная, и многие, попадая туда, не понимают, что, собственно говоря, вообще с этим делать, как в этом устроиться и как совсем с этим жить. Но все на самом деле очень просто. В виртуальном мире действуют те же правила, что и в реальном. Вот смотрите, в реальном мире у нас есть супермаркеты, у нас есть библиотеки, у нас есть дворцы культуры, у нас есть центры творчества, у нас есть конторы, больницы, школы. То есть это некие организованные пространства. Там могут быть абсолютно разные направления, объединены под одной крышей. Но мы все это прекрасно понимаем. Ну то есть, словно говоря, если мы знаем, что во дворце культуры можно записаться в кружок в танцевальне и в кружок рисования. Мы понимаем, что в танцевальне нам нужен костюм, нам нужны кроссовки, а в кружок рисования нам нужны краски, кисточки и альбомы. И когда мы идем в кружок рисования, мы не берем с собой кроссовки. И когда мы идем в танцевальный кружок, нам нужен набор для рисования, потому что он там будет неуместен. Мы в супермаркете в отделе с рыбой не ищем, стирали порошок. Мы в библиотеке сказку про Голобка не сном не идем, за сказкой про Голобка мы не идем в отдел научной литературы. Мы понимаем, что нам нужно искать это в отделе с русской литературой, со сказками. Виртуальный мир, все медиаплатформы, это по сути те же самые, ой, ой, простите, это те же самые транзакультуры, супермаркеты, библиотеки. Но почему-то, когда мы приходим в интернет, когда мы создаем сайты, когда мы создаем группы, очень часто почему-то, особенно этим крышат, простите, я не хочу никого обидеть, но государственные муниципальные учреждения, школы, детские сады, администрации, отделы, библиотеки, музеи, то есть там они выкладывают это для себя, а не для людей. А нам нужно выкладывать для людей. То есть со стороны человека это выглядит так. Я прихожу в супермаркет, я вижу огромную кучу, в которой лежит все, рыба, мясо, сосиски, молоко, яйца, удобрения, стиральный балашок, зубная паста. И мне во всей этой куче нужно выбрать то, что мне надо каким-то образом найти. Но я не могу на это найти, мне нужно потратить слишком много времени, у меня на это времени нет, и я уйду в другое пространство, где мне все это понятно объясняют и рассказывают. То же самое происходит с сайтами многих учреждений. Ты заходишь и ты не понимаешь, а куда, собственно говоря, мне кинуться, куда мне налонуться и где я что могу узнать, какую полезную информацию получить. И вот самое первое, что нужно сделать, я покажу, как это можно оформить на примере одной библиотеки. Самое первое и самое важное, уметь распределять по направлениям, по категориям и делать это понятным для людей, чтобы они, заходя в вашу пространство, заходя в вашу библиотеку, магазин и остальное, понимали, как тут и что все устроено. Вторая ошибка, которую очень часто делают учреждения, когда приходят в интернет, они используют официальный язык, язык отчетов. То есть они воспринимают интернет, сайты и группы в социальных сетях как некую площадку, где нам нужно опубликовать наши отчеты тем языком, которым мы его пишем. Это еще называется официальный деловой стиль. Но это в интернете не работает. Интернет нужен для живого общения и для живого языка. Представьте, я даже записала это предложение, потому что я его на память расскажу. Представьте, вы встречаете знакомого и спрашиваете у него, как тебе дела, что планируешь, а он вам отвечает. В ходе акта коммуникации с домашними мы разработали стратегию и спланировали план мероприятия на ближайшие несколько дней. И чтобы осуществить эту деятельность, выделили финансирование за счет цвет семейного бюджета в соответствии с потребностями, которые возникли и были выявлены при обсуждении плана. Мы используем этот язык, когда пишем отчеты. Это нормально и те, кто читает эти отчеты, они его понимают. Но в жизни мы такой язык использовать не будем. Когда у нас просто как дела, мы скажем, ой, да мы запланировали, хотим сходить на выходные в походку, куда-нибудь там очень далеко, я пришел сосиски купить. То есть мы, по сути, анонсировали некую историю, которая в нашей жизни скоро произойдет. И эта история, она у нас вызовет интерес, о, прикольно, расскажешь, что там было, покажешь, как там красиво, а расскажешь, как ты туда добирался. То есть мы уже рассказали, показали людям какую-то историю и мы их зацепили этим. И медиаплатформы, они требуют от нас именно такого языка. То есть вот еще основное, что нам нужно пытаться разговаривать с людьми на живом языке. Не на казенном языке, оставьте казенный язык для отчетов, для того, что вы будете сдавать тем, кому надо это все послушать. Следующее, чтобы нам задавать аудиторию, у нас должен быть контент-план. У нас в Сила Медиа, то есть сайт сделан медиаредактором, которым я являюсь, он является продуктом компании Сила Медиа. И в Сила Медиа есть электронный курс для сотрудников культуры. Электронный курс, это по электронной почте мы направляем задания, нам люди по электронной почте присылают выполненные задания, по электронной почте они получают обратную связь. И одно из заданий в электронном курсе, это мы просим людей составить контент-план о том, что и как они будут рассказывать. В 99% случаев нам присылают не контент-план, а план мероприятий. План мероприятий – это не контент-план. Контент-план, он может содержать план мероприятий. Но контент-план – это список тем и историй, которые мы будем рассказывать нашей аудитории. Последовательно, систематически, на каких площадках и с какой периодичностью. И это совершенно не означает, что мы каждый раз будем придумывать какую-то новую историю, какой-то новый текст и будем себе сломая все мозги, что же нам такого еще рассказать. Нет, одну и ту же информацию, даже тот же библиотечный отчет, его можно разбить, я не знаю, постов на 10, на 10 публикаций различных и просто с некой систематичностью их выдавать и публиковать. Есть шесть видов сетевого контента, мы все про них расскажем, и я вам покажу примеры, как эти виды контента вписываются именно в историю, которую можно рассказать. И я вам покажу на примере Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени Шишкова, еще и называют Шишков. Поищите, это правда очень классно и очень круто. Информационный контент, он подразумевает, что мы рассказываем людям о том, что у нас происходит. Мы рассказываем новости, мы рассказываем о наших событиях, мы рассказываем о том, как мы устроены. То есть любая информация, какие-то факты интересные о нас, какие-то цифры интересные о нас, которые так или иначе показывают нашу жизнь, внутреннюю жизнь, жизнь в нашей отрасли. Это может быть запулизм. То, что люди приходят вот сюда, они не знают, что происходит дальше у вас за дверями. Это вот знаете, как в метро, кто ездит, когда доезжают до последней станции, я не знала, вот у меня всегда звуководница, а что там дальше? Я вышла, все вышли, поезд туда уезжают, а что там дальше? Я этого не знаю. Мне иногда очень хочется остаться в вагоне и туда приехать посмотреть. Но я понимаю, что меня оттуда не пустят и меня оттуда выселят. По сути, рассказывая о нашей закулисной жизни, мы везем наших читателей, мы везем нашу аудиторию вот туда, за конечную станцию. Что там происходит и как нас это устраивает. И это все в виде информационного контента. Главная страница шашковки, она разбита вот на такие карточки. И каждая карточка рассказывает, то есть ты понимаешь, что ты тут прочитаешь. Электронный каталог, ты поймешь какие книги ты можешь заказать в библиотеке. Интервью – это все интервью, которые проходили в библиотеке. Каждая библиотека сейчас это не просто прийти и взять книжку. Библиотека – это мастер-классы. Библиотека – это встречи с интересными людьми. Это очень много разных абсолютно интересных событий, на которые людям будет интересно побывать. И они все интервью со всеми героями собрали вот в одном месте. Карточка проекта показывает, в каких проектах участвует библиотека, где они рассказывают. Не надо рыскать по сайту, это все представлено вот здесь. У них есть карточка клуба. Это клубы, которые работают на библиотеках, в которых забираются люди по интересам, где что-то обсуждают. Там не просто рассказано про этот клуб, там не дано его расписание и что они будут обсуждать в ближайшие следующие несколько дней. Но это скорее информационно вовлекающий контент. То есть у них есть квест-экскурсия на сайте по библиотеке. И эта квест-экскурсия, она оформлена вот в такой игровой форме. Они в такой игровой форме рассказывают о себе. Кто они, почему так библиотека назвалась, когда первая библиотека появилась. У них здесь в виде вот каких-то вопросов, анонсов, очень небольших текстовых блоков, они рассказывают, как формируется каталог читателей, для чего нужны читательские билеты, как взять книгу в пункте самовыдачи. Узнают про какие-то архивные материалы, про редкие издания, которые можно изучить и как их можно изучить. То есть с одной стороны это некая игра, которая вот интересна будет людям, а с другой стороны это информация о конкретной библиотеке, чем она живет, как она устроена. Очень здорово. Скажите, насколько вообще приемлемо в настоящее в 2021 веке использование таких библиотечных татков, какие-то мультиахные персонажи? То есть не будем ли мы выглядеть как-то уже... Раньше это было просто очень популярно, сейчас, мне кажется, это мы не совсем... Смотрите, без проблем, вы можете сделать что-то своё. Я показываю, как это сделала. Сколько сейчас достаточно времени? Смотрите, вообще, вот такая подача информации, она будет актуальна всегда, потому что всегда найдутся люди, которые захотят что-то о вас узнать. И которые придут, и если вы им расскажете в игровой форме, не важно какого, это может быть код, может быть человек, может быть конкретный сотрудник библиотеки, и главное, чтобы это была такая лёгкая форма подачи, не заученная, да, не без казённых языков каких-то, и вот такой простыни текста. Простыню текста в интернете, я вам открою страшный секрет, никто не читает. Если мы выложили вот такой текст, просто сплошняком, человек его откроет, вздохнет, закроет и уйдёт. Хоть какая там важная информация, очень интересная, очень актуальная, человек не будет читать. Если он визуально вот это увидит, у него глаз уже устал. Директор библиотеки прочитает. Ну да, если мы это делаем для директора библиотеки, то тогда мы можем это стать. Если мы хотим привлечь аудиторию, то не надо. Вообще, то есть я работаю, я журналист, я много работала журналистом, одно из любимых моих развлечений было, я не считаю, что я прям очень гениальный человек, но я умею хорошо простить и заимствовать идеи. Я когда общалась со своими коллегами, они рассказывали о том, что они проводят, я всегда записывала где-то с этой идеей и потом я придумывала, как их адаптировать мне под наши СМИ, под нашу площадку. Поэтому те примеры, которые я привожу, это не значит, что мы должны их повторить в том виде, в каком они есть. Мы можем придумать и сделать совершенно что-то иное по-своему, но отталкиваясь от этой идеи, что она к таким якорьком готовится за цель. Следующий вид контента – это репутационный контент. Сюда относятся информации, которые рассказывают о каких-то наших проектах, о каких-то достижениях, об успехах. Мы там придумали классный проект, мы получили первое место, мы попали в топ библиотек, неважно. То есть мы можем тут рассказать эту информацию. Это тоже пример из библиотеки Шишковки. Они в прошлом году по городу, по Барнаулу развесили баннеры, у которых был проект по продвижению чтения. И лозунг этого проекта был «Чтение расширяет сознание легально». Они устроили фотосессию в библиотеке, то есть они подобрали образы, и они рассказывают, вот мы выбрали героев, как мы это проходили, почему мы выбрали этих героев. Вот у нас проходит фотосессия, и видите, какая классная фотография. Прямо видно, что какая-то эмоциональная. Видно, что у них в библиотеке не только книги, а что-то есть ещё. И это прям цепляет и вдохновляет. И вот в итоге, допустим, у них вот такие баннеры, теперь развешаны по городу. Они есть у них на сайте, у них есть в социальных сетях. И вот они, что их всех похвалили, и министр культуры похвалил их, региональные участники проекта, люди, которые смотрят. То есть они о себе рассказывают. Это способствует повышению репутации, о, вы клёвые, креативные люди, вы классно всё это придумали, вы классно всё это делаете. Следующий вид контента, развлекательный, он нужен обязательно, мы все понимаем, что он нужен для развлечения. Это какие-то могут быть смешные истории из нашей работы, это могут быть мемы какие-то, это могут быть какие-то мотиваторы. Шишковка анонсы мероприятий подаёт в таком виде, в виде стишков-порошков. Ну то есть вот тут у них 26 апреля, там библионучили, и тут вот что за мероприятие. То есть это какой-то исторический у них был. Про богатыри, видимо, мастер-классы, какое-то мероприятие они рассказывали. И они, причём в таком виде, они анонсируют все абсолютно свои мероприятия. Даже серьёзные встречи. То есть какой бы не был очень крутой и серьёзный человек, он представлен в виде стишка-порошка. И они это публикуют в социальных сетях. У них это есть ВКонтакте и в Facebook, в Инстаграме. А, да, вот это тоже мне понравилось. Смотрите, они рассказывают, что, ну вот, пришла пандемия, нас всё закрыли, но вот мы, тем не менее, как раз работаем онлайн. И вот какие книжки у нас запрашивают люди, вот самая неординарная, пожалуйста, у нас запросили такую книгу. Они этой информацией поделились, и они развлекли этим людей, потому что, о, ни фига себе, ну это очень много времени издания, что нужно знать, что умеешь тратить на электричество. Для абонентов и людей, думающих переходить на электричество. Ну, то есть интересно, почему сейчас, да, когда этим заинтересовались, почему кто-то ещё думает переходить на электричество. Следующий вид контента – вовлекающий контент. Это коммун-курсы, это различные опросы, это игры, это мастер-классы, это челленджи. Это когда вы говорите, мы проводим мероприятие и рассказываете про него. И привлекаете к себе, вернее, да, и вовлекаете в них других людей. Шишковка, она провела вот такой конкурс, фото-конкурс, называется «Романс-котом». То есть, они предложили людям присылать фотографии, где главный герой – книга и кошечки. Очень много, кстати, фотографий, где ещё книгами и кошечками добавлялись дети. Можно было присылать непосредственно библиотеку, на электронную почту библиотеки, а можно было разместить пост у себя на странице социальной сети и просто добавить хэштеги «Шишковка» и «Романс-котом». В этом, что очень круто, у каждого человека, кто участвовал в этом конкурсе, есть свои друзья, есть некая своя аудитория, и эти люди, они узнали не откуда-то, они узнали от своих друзей, что такой конкурс проходит, и, возможно, по хэштегу они пошли дальше смотреть этих котиков. То есть, тем самым, аудитория вот этого конкурса, она расширяется и становится ещё больше. «Шишковки» прислали на этот конкурс более 160 работ, они потом голосованием определяли победителей, всё это они показывали у себя в контакте, рассказывали, как они проводили, сколько работ прислали, мы провели голосование, вот проголосовали, вот к нам пришёл победитель. То есть, это всё время был один пост. Это не то, что мы раз провели и раз публиковали. Нет, на протяжении всего времени они поддерживали, подогревали интерес, это каждый раз была какая-то отдельная история. Они, кстати, по-разному анонсировали, по-разному подавали. Вот нам таких кошечек прислали, а тут нам таких кошечек прислали, а тут, смотрите, ещё как классно получилось. Следующий вид контента – это пользовательский контент. Это когда сами пользователи, сама аудитория рассказывает нам какие-то истории, которые с ней произошли, когда она с нами повзаимодействовала, скажем так. Когда она пришла к нам на какие-то мероприятия, ей очень понравились, писали у себя там, ну, я там думала, там, в мастер-классе, смотрите, какую классную штучку я сделала, или, ой, мы там посмотрели какой-нибудь фильм там необычный. Ну, то есть, когда люди сами делятся. Что предлагает Шишковка своим пользователям? Она предлагает им локации в своей библиотеке. То есть, она приглашает людей, чтобы они пришли, устроили у них фотосессию, опубликовали у себя на странице и рассказали. И, собственно говоря, так и происходит. Фотограф, у которого наверняка очень много подписчиков, рассказывает о том, как они проводили. И отмечает в своих социальных сетях тех, чем тоже, ну, способствует, по сути, бесплатному продвижению и аккаунта, и самого учреждения. Следующий, последний вид контента – это продающие. Ну, это посты о скидках, о продуктах, об услугах, об акциях. Так как сейчас мы все пытаемся заработать, в том числе библиотеки. Библиотекам предлагают заработать. Что делала шифровка? Она предложила продавать студентам списки литературы. Списки литературы. Что мы оформим так круто, что это будет самая лучшая часть вашей работы. Мы оформим это профессионально. И они с такой вот фотографией выложили. Таким самым они, мне, кстати, их, по-моему, даже на главной странице баннер, а вот это из контакта просто. Вот есть даже из видов контента, есть четыре интерплатформы. Потому что на каждой платформе нужно позволимо подходить к тому, что мы рассказываем, как мы рассказываем. То есть мессенджеры – это Viber, это WhatsApp, это Telegram, это где мы можем объединиться в группы, по интересам общаться. Но это больше такое вот тесное взаимодействие, тесное очень общение, дружеское в основном, как правило. Присылание открыточек чудесных, все, наверное, их очень любят, со всеми праздниками возможными, где можно обсудить какие-то, решить вопросы, проблемы. это вот все, возможно, скетчаты дали по тексту. Социальные сети – это «Контакты», это «Одноклассники», это «Фейсбук», это «Твиттер», «Инстаграм» и «Тикток». Они отличаются между собой, но они все существуют тоже для того, чтобы люди объединялись в некие сообщества по интересам, рассказывали, дискутировали, общались, и плюс еще имели возможность рассказать что-то о себе, рассказать какую-то свою историю, показать фотографию и каким-то образом себя продвинуть. Следующая группа медиаплатформ – это платформа для блогерства. То есть, это «Ютуб», это «Яндекс.Зен», это «Медиум», раньше был «Живой журнал», по-моему, сейчас «Живого журнала» нет. Ну, или, по-моему, не очень. То есть, где… Это те платформы, куда я могу прийти и где я могу рассказывать о том, что я умею, где я в протообласть, экспертам, в которые я являюсь, что-то показывать, если есть необходимость, и при желании, если у меня такое есть, да, желание общаться с теми комментаторами, которые там ко мне приходят. Не такое, скажем так, тесное взаимодействие в данном случае происходит с аудиторией, как социальные сети. И четвертая группа – это «Сайт». То есть, это пространство, это то место, где мы о себе рассказываем, где мы себя показываем и где мы о себе заявляем, оно может являться. Для СМИ, по крайней мере, я думаю, что для всех, кто так или иначе хочет работать в интернете, то есть, сайт является неким центральным местом, которое объединяет и разные платформы, и разные виды контента. Ну, то есть, он собирает единое целое. То есть, это то, от чего подходят истребники у нас. Каждая платформа при этом имеет свои нюансы и дает свои возможности для того, чтобы рассказывать эти истории. мультимедийная переупаковка – это когда мы одну историю показываем в разных формах. То есть, я вам показала, что делает шишковка и вот на примере, как это может все выглядеть. Смотрите, мы берем отчет о работе библиотеки за год. Ну, если уж нам совсем сильно хочется, мы, конечно, можем его уложить у себя на сайте, но мы при этом должны понимать, что никто не пойдет его читать. Но наверняка в этом отчете скрыто очень много каких-то классных жемчужин, которые нужно показывать людям. Потому что они показывают о том, вы понимаете, какая работа стоит за вот этими всеми сухими цифрами и данными, обычными перечислениями. Вы знаете, сколько прошло бессонных ночей, сколько мозговых штурмов, сколько нервных клеток было на все это потрачено, чтобы все это воплотить, реализовать, провести. Люди, которые видят этот отчет, они этого не видят, они этого не знают. Им можно это показать, и нужно это каким-то образом показать. Даже, может быть, не то, что не ваши потерянные клетки, а то, что, блин, да вы до хрена всего классного сделали, смотрите, мы вам рассказывали. То есть, есть, допустим, цифра, количество читателей, сколько у нас человек пришло в нашу библиотеку за прошлый год. Пусть это будет 5 тысяч человек. Мы можем просто оформить, вот это сделано в сервисе Canva, там есть шаблоны, мы можем просто сделать крупную цифру 5 тысяч текстом написать, пришел человек, но в прошлом году присоединяйтесь и вы, и просто эту иллюстрацию опубликовать в тех же социальных сетях. Это привлечет внимание, это не будет, как сказать, усложнять людям какой-то поиск и понимать вообще что-то о вашей работе. Ну, круто, прикольно, там, наверное, что-то интересное. Если 5 тысяч человек у вас сходило, наверное, я туда скажу. Я не знаю, есть такое или нет, но вот я помню, когда еще я работала в информационном издании, мы как-то сотрудничали с библиотекой, и мы спрашиваем у них помесячно, какие самые популярные книги. Чаще всего берут, спрашивают. Если это есть, мы это можем о форме диаграммы, либо ТОБОЛ. Ну, то есть, как бы показать очень коротко, ясно, и вытащить чисто вот эту вот, как сказать, формат, и эту историю опубликовать также отдельно, либо разбавить ее визуально на сайте, в отчете, на сайте. Ну, глаз хотя бы нацепится за яркое пятно какое-то. У вас прошло 10 мастер-классов, и 5 из них просто имели вау-эффект. Вы знаете, сколько людей на них было, вы знаете, получили там от них кучу отзывов. Из самых-самых крутых составьте рейтинг, популярные самые мастер-классы. А если вы еще этот мастер-класс записали на видео, он у вас есть, и вы его выкладывали, например, в тот момент, когда он проходил, то через год, слушайте, у нас в прошлом году прошло 5 мастер-классов, там, 10 мастер-классов, 5 из них самые топовые, вот они такие. И если вы его по каким-то не смогли посетить в этом мастер-классе, посмотрите видео, и прицепили видео. То есть его дополнительно напомнили о том, что у вас проходило, и показали людям, что они пропустили, и что бы они могли пропустить. Дальше, смотрите, если у нас есть история, мы приглашаем к себе какого-нибудь гостя, классного. Что мы можем с этим вообще совсем сделать, с этим классным гостем? Например, мы можем пригласить его в библиотеку и строить ему какую-нибудь креативную фотосечку, и использовать эти фотографии для новых в социальных сетях. В Instagram Stories, один из самых популярных форматов на сегодня, есть такая функция вопрос-ответ. Вы можете к этой фотографии прицепить, а задайте вопрос нашему гостю, любой какой захотите, что бы вы хотели у него спросить. Вы тем самым завлекаете людей, чтобы они потом пошли посмотрели эфир, зададут ли ему мой вопрос, и это будет интересно. когда будет проходить сама встреча с гостем, обязательно проводите стрим, обязательно проводите прямой эфир. После него можно подготовить текстовое интервью, опубликовать его на сайте. Как представить героя? Таймлайм. Таймлайм – это такая временная шкала, которая показывает какие-то наиболее яркие эпохи в жизни чего-то, в событии, неважного человека. Но не надо делать из таймлайма простую биографию. У нас очень часто, когда мы представляем человека, мы начинаем тогда-то пошел в школу, тогда-то закончил, тогда-то выбрал соревнования, тогда-то поступил в университет. Это все очень скучно, это все на самом деле вообще никому не интересно. Но что происходило с этим человеком, как он докатился до жизни такой, что в его жизни послужило вот этими толчками, что привело его к тому, что он стал известным человеком. в какой момент он решил, что он будет писателем и какая первая мысль была, какой первой книге ему хотелось написать. Ну то есть оформлять в Таиланд именно вот такие вот кусочки. Там тоже очень небольшой, ну как бы сам формат не подразумевает большого текста, огромного. Туда можно вставлять какие-то небольшие видео вставки, фотографии интересные. но вот этими небольшими кусками, это будет на самом деле интересно читаться. И человек изучит не биографию человека, а он изучит историю становления человека. А это всегда очень интересно. Я не знаю, пример расскажу. Я была в тусовке для юных корреспондентов в общей встрече. Мы общались там с одним мальчиком. Он рассказывал, что он пошел в журналисты, чтобы побороть страх людей, что он боится общаться с людьми, что он боится публичных выступлений, но при этом жизнь всегда ему подкидывает ситуации, когда ему нужно выступить публично. И вот когда первый у него был абсолютный провал, что он не смог выступить, когда на второй раз он сначала с первой попытки не мог выступить, а на второй он смог, это была настолько интересная история. И если мы это покажем, мы покажем, как этот человек преодолевает себя. и я когда его слушаю, думаю, да это же про меня он рассказывает. Ну то есть мы привлекаем больше внимания к этому человеку. Что еще мы можем? А вот эти, кстати, карточки, они очень хорошо заходят. Я не знаю, может быть, вы видели, нет? Вконтакте, например, прямо активно расходятся, репостятся, лайкаются, когда берется фотография человека и буквально там о нем пару слов, пару предложений вот это там Вася Иванов, он там спасает бездомных. И вот он поэтому стал, поэтому стал. То есть вот мы информацию из этого таймлайма точно так же можем оформлять этими карточками и вот эти карточки потом публиковать в социальных сетях и до встречи, и после встречи, и какому-нибудь событию. и когда вот нам что-то надо публиковать но у нас нет, а давайте мы вам напомним, какой классный герой у нас был. Обязательно, если на встрече, ну, всегда могут быть какие-то яркие цитаты, когда человек говорит что-то очень классное, интересное, что вот прям цепляет, и такой думаешь, ну, как красиво сказал. Оформляйте точно так же там в камне, в крыло, неважно, это бесплатные, кстати, сервисы, очень легкие для освоения. Оформляйте и публикуйте тоже это можно делать, не привязываясь к какой-нибудь дате событий. Ну, просто давайте вспомним самые яркие цитаты. Теперь я еще забыла дописать про книжные новинки, что можно делать. Нам в библиотеку пришли новые книги, и мы их перечисляем, и никто не понимает, что это за книга. Одно из самых любимых, мне кажется, развлечений в социальной сети это погадать. Можно из книги, которая к нам поступила, сделать гадательную гифку, например. То есть, найти там, прочитать, выбрать какие-то очень яркие цитаты, небольшие, оформить. И также оформляется фотографиями по формату в канве. Скачиваются фотографии. Конверторы, которые преобразуют фотографии в гифку, они очень простые. Там делается за 2 секунды, вы окружаете фотографии и получаете готовую гифку. Размещать, конечно, лучше либо в сторис, в фейсбук позволяет останавливать гифку. Контакта нет такой возможности. К сожалению, там, скорее всего, можно просто играть с подписчиками. Но если на это есть время, чтобы подписчики писали страницу и строку, а вы им цитату из этой книги. И людей это очень... Во-первых, вы какой-то интерес к книжке пробудите в людях. Во-вторых, вы устроите для них такой интерактив, который им очень понравится. Да, вообще, есть 92 мультимедийных формата, и про все эти рассказывать, это, конечно, смерт-убийство. Но, если вы наведёте камеру на этот QR-код, вы попадёте на приложение, где про все эти 92 мультимедийных формата рассказано. Есть примеры, есть инструкции к некоторым, мультимедийным форматом. То есть, их вообще можно изучить. Как хорошо, что я уложилась в 40 минут, потому что, на самом деле, мне бы хотелось еще с вами поиграть. Политова. Да. Можно сказать, какое периодическое обучить свой пост в различных социальных сетях? На самом деле, нужно исходить из нескольких, скажем так, составляющих. Во-первых, что вам по силам? Возможно, достаточно для вас трёх постов в неделю. Вообще, нет никакого правила, сколько постить. это всё люди, ну, как бы, вот... Они зависят от другого. Вот смотрите, если я подписана на информационные группы, вернее, на группы информационных газет, ну, каких-то СМИ, чем чаще я лайкаю их посты, тем чаще мне показываются. Если я перестаю лайкать, я захожу сегодня, а мне показывают позавчерашний пост. То есть, там алгоритмы, они выстроены немного по-другому, там важнее, как аудитория реагирует на посты. То есть, есть ли репосты, есть ли комментарии, есть ли лайки. Чем больше вот именно в такой вовлечённости пользователей, тем больше вероятности, что каждый ваш пост будет появляться, ну, как бы, в рейте первоочередного будет, ну, как, приоритет будет. Многое зависит от того, какими ресурсами и силами вы владеете. Если у вас один человек, который работает и в читальном зале, и на выдаче, и ему ещё нужно вести трансляции, и ещё ему нужно переупаковать, это занимает немного времени, но это занимает время. Он просто не справится, и в какой-то момент он перестанет это делать. То есть, нужно отталкиваться от того, какие ресурсы и какие возможности у вас есть. Возможно, вам будет достаточно одного обновления, если вот нет, вот этих сил и возможностей. Если силы и возможностей есть, мне кажется, трёх-пяти вполне достаточно, чтобы всегда подогревать, поддерживать какой-то интерес и всегда напоминать о себе людям. Чтобы это было не слишком часто и надоедливо, да, с одной стороны, а с другой, чтобы это не было, что мы вот написали сегодня, а в следующий раз мы написали через полгода или через месяц, и все про нас забыли. Вот. То есть, исходить нужно исключительно из этих вопросов, что мы осилили. Ну, собственно говоря, вот всё.